Видео подготовлено сайтом уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебры 7 класс автора Межляк Полонский и Кер под номером 367 и докажем, что значение данного выражения не зависит от значения перемены. Итак, посмотрим на это выражение. 6х умножить на х минус 3 минус 9 умножить на 2 третьих х в квадрате минус 2х плюс 7. В первом случае у нас с вами произведение одночлена и двучлена, а во втором произведение одночлена и трехчлена. Вспоминаем, как мы это делаем. Мы одночлен умножаем на каждое одночлен многочлена и полученные результаты складываем. Итак, 6х запишем подробно, умножаем на х, а затем 6х умножаем на минус 3. Это мы умножили 6х на х минус 3. А теперь мы минус 9 будем умножать на трехчлен. Для этого мы минус 9 умножим на 2 третьих х в квадрате. Затем мы минус 9 умножим на минус 2х. Полученные результаты мы складываем. И минус 9 мы умножим на 7. 6х умножить на х. Это будет 6х в квадрате. Произведение двух множителей, каждый из которых равен х. Плюс 6 умножаем на минус 3. Результат отрицательный, потому что произведение чисел с разными знаками будет минус 18х. Минус 9 умножаем на 2 третьих х в квадрате. Опять же, произведение у нас будет чисел с разными знаками. Результат отрицательный. 9 умножаем на 2 третьих. Обратите внимание, что 9 кратно знаменателю, поэтому можно 9 разделить на 3. Мы получим 3 и результат умножим на числитель. На 2 будет 6. Минус 6х в квадрате. Минус 9 умножаем на минус 2. Произведение чисел с одинаковыми знаками. Результат положительный. 2х9 – 18. И дописываем буквенный множитель х. И теперь мы минус 9 умножаем на 7. С разными знаками множители, поэтому знак минус, а 9 у 7 – 63. Итак, мы с вами упростили, раскрыв скобки. Ну, а теперь приводим подобные члены. 6х в квадрате и минус 6х в квадрате. Одинаковая буквенная часть х в квадрате. Минус 18х плюс 18х. Подобные, потому что одинаковая буквенная часть х. Ну и теперь, как мы приводим подобные слагаемые. Складываем коэффициенты. Будет 6 минус 6. И умножаем на буквенную их часть на х квадрат. Минус 18 плюс 18. И умножаем на их буквенную часть на х. И минус 63. Обратим внимание, что в скобках мы получаем с вами 0. От 6 вычесть 6 – это 0. Сумма противоположных чисел тоже равна 0. Если мы 0 умножаем на выражение, на число, результат будет 0. Если один из множителей 0, то произведение равно 0. То есть, в первом случае мы получаем 0, во втором случае мы получаем 0 и минус 63. В результате мы с вами получаем минус 63. И это значение не зависит от х. Поэтому пишем. Не зависит от х. А значит, не зависит и от значения переменной х. Все, мы справились с вами с заданием. И доказали, что значение данного выражения не зависит от значения переменной. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы с предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok